Друзья, привет! С вами снова Андрей Кондрашов и сегодня мы говорим о безопасном владении корейским кроссовером, который все больше набирает популярность у автовладельцев Hyundai Tucson. Друзья, привет! Модель получила от города, который находится в США в штате Аризона Тюскон. Название дали испанские колонизаторы, которые в свою очередь взяли это название из группы индейских племен Чушкон. То есть Чушкон, Тюскон и в русский язык оно вошло как Тюсан путем изменения ударения и выбрасывания буквы. Ну и конечно же неправильно говорить Тушкан. Поэтому если вы испанец, вы говорите Тюскон, если вы любитель Hyundai, то Тюсан. Ну и соответственно, если вы индейец, вы говорите Чушкон. Вы гангстеры? Ну, вы арашнес. Hyundai Tucson не так популярен у угонщиков, как например Solaris или Creta, но видно, что с каждым годом количество угонов этой модели растет, потому что растет спрос у населения модели, соответственно растет спрос также на БУ запчасти, особенно автомобили старше 5 лет. При защите от угона этой модели нужно обязательно учитывать то, что здесь используются те же самые серийные решения, которые применяются на Solaris и Creta, особенно учитывая, что автомобиль с августа 2018 года собирается уже в России. Первая основная уязвимость, это, конечно же, возможность использования ретранслятора, если автомобиль оборудован бесключевым доступом. То есть угонщик может передать сигналы штатного ключа на расстоянии до 4 километров до автомобиля, если вы, например, пошли в кафе или непосредственно из квартиры. И как работает ретранслятор мы очень подробно показываем на примере автомобиля Hyundai Creta. Итак, автомобиль находится в режиме штатной охраны, дверь закрыта, включаем ретранслятор. Происходится соединение со второй частью, которая находится возле штатного ключа. Сейчас ждем установления соединения. Пробуем. Все, дверь открыта. Теперь пытаемся запустить двигатель. Все, двигатель запущен. Проверяем, что это реальное оборудование. Показываем. Значит, глушу двигатель, выключаю ретранслятор, пытаюсь повторно запустить машину. Кнопка старт-стоп не работает, пишет, что ключ не обнаружен. Включаем снова ретранслятор. Ждем соединения со второй частью, которая около ключа. Сейчас пока не работает. Все, соединение установлено, автомобиль заводится. Вторая основная уязвимость связана с возможностью перехвата штатного кода, постановки и снятия с охраны при помощи код-граббера, когда код-граббер становится, по сути, рабочим пультом штатной сигнализации. Третья основная уязвимость связана с тем, что угонщик может обмануть штатную систему и не дать увидеть ей открытую дверь. Непосредственно концевик штатной системы находится в замке, и сигнал от него выходит из двери непосредственно в штатную систему. При помощи обычной тяги можно взять и скинуть разъем с двери. После снятия разъема двери автомобиль перестает видеть открытую дверь. Так как штатная сигнализация не видит открытую дверь, она не сработает, и штатная система не передаст в коншину информацию об открытой двери, поэтому дополнительная установленная сигнализация также не сработает. Четвертая основная уязвимость – это возможность подмены блока управления двигателем. Чтобы двигатель запустился, блок должен получить разрешение от иммобилайзера на запуск, поэтому можно подменить блок управления, который не требует разрешения. И разъемы с него очень легко снимаются. Когда угонщик попал в подкапотное пространство, он может просто снять разъемы с блока и подцепить сюда свой блок, который заранее расчипован. Пятая основная уязвимость – это возможность добавлять ключи в память автомобиля, потому что, зная ВИН автомобиля, можно скалькулировать пин-код для доступа в штатный иммобилайзер. И делается это через диагностический разъем OBD. Строить защиту от угона мы будем на базе премиальной системы Starline K96, которая разработана по заказу нашей лаборатории и имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, это диалоговый код, который защищен от электронного взлома, в том числе и подкрепленный финансовой гарантией 5 миллионов, если вы сможете вскрыть этот код. Система передает данные на сервер при помощи 3G-модема, что позволяет контролировать автомобиль в мобильном приложении, а также управлять им через мобильное приложение. В комплекте идет инерциальная GPS-гланс-антенна, которая позволяет определить местоположение автомобиля в местах, где нет связи со спутниками, а именно в туннелях и закрытых паркингах. Поддержка цифровых радиореле, кан-блокировки, бесключевой автозапуск и прочие дополнительные возможности и функционал, который позволит использовать ее именно в качестве сердца охранной системы. Для начала мы закрываем уязвимость возможности работы ретранслятора и код-граббера. Для этого мы блокируем штатный радиоканал при помощи К-96. Ставим автомобиль в охрану, убираем метку, имитируя, что автовладелец ушел, и через 10 секунд отключается работа штатных замков. И неважно, как будет действовать угонщик, ретранслирует сигнал, либо использует код-граббер, двери не открываются. Система будет реагировать на штатный ключ, но при этом двери не откроются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Система будет реагировать на штатный ключ. Для снять разъем с двери обычно на рынке предлагаются так называемые металлические скобы или пластины, предотвращающие вытаскивание самой защелки. Однако нужно понимать, что такое решение может привести к порче лакокрасочного покрытия, когда угонщик путем физической силы будет пытаться сорвать эту скобу. Кроме того, данные металлические пластины должны быть очень хорошо покрыты антикоррозийной обработкой, либо сделаны из нержавеющих материалов, потому что здесь все время льется вода, снег, грязь и слякоть. В лаборатории мы предпочитаем сделать так называемую ловушку на снятие разъема. Давайте посмотрим, как она работает. Итак, автомобиль находится в режиме полной охраны. Попытаемся скинуть разъем при помощи тяги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включается штатная система и идет тревога дополнительной системы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данной ловушкой может быть оборудован абсолютно любой автомобиль марки Kia или Hyundai, у которой имеется такая уязвимость. Самое интересное, что токопотребление данной ловушки всего 1 мА. Исключаем снятие разъемов с блока управления двигателем, тем более кражу самого блока управления путем защиты металлическим сейфом. Специальная металлическая пластина устанавливается сверху на блок управления при помощи сорвного крепежа и надежно защищает блок от подмены и снятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блокируем работу штатного мобилайзера через разъем диагностики путем установки специализированного реле, которое блокирует цифровую шину и не дает возможности работать непосредственно с ключами. Восстанавливается этот реле только в сервисном режиме, управляется от системы, соответственно, К-96, для того, чтобы официальный дилер мог стирать межсервисное ТО, смотреть ошибки и, в принципе, диагностировать автомобиль. В рабочем режиме цифровые шины заблокированы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доступ под капотное пространство защищается авторским замком капота, который, во-первых, не дает снимать дорогостоящие детали легкосъемные, защищает доступ к аккумулятору, не дает добраться до цифровых блокировок двигателя, ну и также защищает доступ к сиренам охранной системы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При построении защиты от угона необходимо учитывать не только технические особенности угона конкретной марки и модели автомобиля, но и обязательно условия эксплуатации автовладельцам. В нашем случае за рулем будет женщина, которая посещает фитнес, спортзал, спа, бассейн. И, кроме того, нужно понимать, что женщина летом ходит в платье, и она не может физически носить метку внутри одежды. Поэтому, как показывает практика, все это находится внутри в связке со штатным ключом, либо оставляется в сумочке, и при краже сумки или в связке со штатным ключом машина может быть угнана. Поэтому мы обязательно учитываем эту возможность угона и перекрываем этот риск так называемой вторичной авторизацией. После запуска двигателя система нас просит ввести персональный пин-код, который вводится на штатных кнопках на руле. После ввода пин-кода система сообщит, что пин-код принят, при этом откроется замок капота, и можно смело двигаться. Если же мы пин-код не введем, машина трогается и тут же глохнет. Таким образом, мы полностью перекрываем кражу метки. Кроме того, преимуществом системы K96 является то, что вместо метки можно привязать личный телефон автовладельца. То есть метку с собой носить вообще не обязательно, достаточно иметь личный телефон. Но в случае, если, опять же, телефон будет украден, вторичная авторизация полностью перекрывает и парирует все риски кражи элементов доступа охранной системы. Ну и, конечно же, автовладелец получает безопасный бесключевой автозапуск, который позволит сесть в теплую машину зимой и в прохладную летом. Открываем мобильное приложение и выполняем команду на автозапуск. Двигатель запущен. Получить гарантированную, надежную авторскую защиту от угона можно не только в нашей лаборатории, но и в нашей международной партнерской сети. Ссылочка будет внизу в описании. Подходите к защите от угона с умом, доверяйте вашу автомобиль профессионалам. Помните, что ваш автомобиль нужен только вам и угонщику. С вами был Андрей Кондрашов. Жду ваши вопросы и комментарии под видео. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова